друзья всем привет сегодня со мной случилась одна проблемка и в этом видео я покажу один из методов решения этой проблемы метод у нас как всегда будут дешевые и надежным а именно что случилось обломилась шпилька на которой держится щетка стеклоочистителя почему я говорю метод дешевый потому что отремонтировать моим методом а именно мы будем сделать сделать новое отверстие нарезать внутреннюю резьбу таким методом устранить данную проблему данную несправность дешевле чем меня всю трапецию на которую он скрип со щетки стеклоочистителя и до этого нам понадобится как минимум вороток для метчиков хорошее сверло по металлу и сами метчики немного теории вороток понятен для чего нам сюда мы закрепляем метчик чтобы подобрать необходимый размер отверстия в нем под наш метчик вкрутим эти ручки а вот с выбором сверла и метчиков у вас могут возникнуть вопросы поэтому подробнее об этом что касается метчиков продаются они по два либо по три штуки мы можем видеть что на метчиках у нас есть специально насечки 1 2 и 3 метчик без метки первые два метчика они черновые то есть начинаем делать резьбу с первого потом со второго и затем проходим финишным называется он у нас чистовой как подобрать размер сверла чтобы подобрать сверло опять-таки возвращаемся к нашим метчиком метчики у нас м5 видим и шаг 0 8 поэтому самый простой метод как определить размер сверла отнимаем от диаметра сверла отнимаем шаг то есть 5 минус 0 8 получаем 42 поэтому я купил сверло 42 данный метод достаточно грубый есть много нюансов поэтому в идеале вы можете воспользоваться специальные таблицы не данную таблицу сейчас видите у себя на экранах в идеале ориентироваться этой таблицы которая составлена специалистами профессионалами из этой таблицы восточной все получится но также можно воспользоваться простым грубым методом которым воспользовался я и кстати мои расчеты совпадают с табличным значением поэтому у меня здесь должно тоже все получится поехали для начала нам нужно выровнять поверхность этого штока то есть вот эту ржавчину сверху все срезаем поверхность готова теперь на ставочкой делай метку для села и начинаем сверлить вот у нас получилось отверстие здесь у нас куча стружки можем взять любой магнит убирать стружку у нас нигде сливные каналы не упал это с ручкой ничего не забила и вот у нас возникает проблема что с этим воротком мы сюда не можем долезть крепление капота намешает снимать всю трапезу опять-таки накладно поэтому придется обойтись без воротка поэтому ищем конец переходничок под ручку отвертки и пробуем делать резьбу крутим осторожно не меняя градус не наклоняя ничего чтобы у нас резьба получилась четко либо когда меч к уже наживлен можем выкрутить одну ручку и нарезать резьбу с помощью воротка но с помощью одной ручки еще один важный нюанс если у вас отверстие и резьба не сквозная после вас не спиральный мечик то не забывайте что вся стружка у вас остается там поэтому когда начинает сделать резьбу черновым метчиком делаете в несколько этапов то есть на 3 закрутили мечик выкрутили его взяли культ магнитную отверточку достали оттуда во всю эту шелуху и крутим снова если стружку не доставать можно сломать мечик будьте внимательны также для уменьшения сопротивления можно капнуть немножко масла на сам меч так ну что первый метчиком мы прошлись не забываем что мечик у нас делает резьбу не до самого конца тем более черновой если вам нужна резьба до самого конца вам нужен не конусный метчик так ну что теперь берем второй метчик с двумя метками либо на нем . будет написано этого 2 черновой и проходим еще раз всю резьбу вторым метчиком на нем более ярко выраженная резьба ну и точно так же проходим чистовым вон у нас без метки но все резьба у нас готова практически до самого низа ищем теперь подходящий болт м5 шагом резьбы у нас 08 ищем подходящий по длине либо обрезаем вот у нас сама щетка стеклоочистителя ищем туда также конец прокладочку и устанавливаем на место вкручиваем наш болт головку срезаем ищем гаечку так ну вот и сам эффект шаймы подходящий не было просверлил монетку гаечка сверху и все щетка держатель на месте проверяем работу защитный колпачок который здесь был черненький можем посадить на герметик сверху все щетка держатель на месте работает все четко надежно для надежности болт можете посадить на герметик таким образом еще отремонтировали теперь любой момент если щетка держатель нужно открутить просто откручиваем верхнюю гаечку щетка держатель без проблем снимается как обещал все сделали надежно и недорого все что нам нужно было это вороток и два или три метчика если видео понравилось ставь свой жирный лайк пишите в комментариях ваш опыт когда вы сталкивались с обламыванием шпилек болтов гаек и так далее и что вы с этим всем делали она там все с вами был я вячик и мой канал козин квак до новых встреч пока